В эфире итоговая информационная программа в студии Алена Куколева. Здравствуйте! О событиях этой недели вам расскажут наши авторы. Смотрите в этом выпуске. Закрашивали, ломали и выкапывали столбы с дорожными знаками жителей поселка Карцево. В Рязани участились случаи, когда безопасность пассажира в общественном транспорте становится под угрозой. До 1 сентября осталась ровно неделя, и у многих родителей сейчас самая горячая пора. И космический поцелуй. В субботу произойдет романтическая встреча Юпитера и Венеры. Излюбленным местом отдыха для многих рязанцев и гостей нашего региона является поселок Солоча. Детские лагеря, базы отдыха, лес, реки – все это на протяжении долгих лет привлекают сюда людей. Солочу принято считать курортным поселком, однако в последнее время местные жители склонны с этим не соглашаться. Они считают, что в настоящее время по ряду причин в полной мере курортом это место не назовешь. В частности, их беспокоит состояние одной из рек, протекающей в поселке. Обо всем подробнее в следующем материале. Река Солоча протекает по Рязанскому и Рыбновскому районам Рязанской области. Ее длина составляет 25 километров. Когда-то берега реки были излюбленным местом отдыха гостей и жителей региона. Граждане, проживающие в Солоча, вспоминают, как летом, полежав на пляже, они могли пройтись вдоль берега, подняться в магазин или кафе, поесть, спуститься вновь к воде. Теперь здесь нет ни души, место стало абсолютно диким. Река очень быстро начала зарастать водорослями и травой. Местные жители обеспокоены ее состоянием. Раньше здесь, конечно, было здорово. Речка полностью вся функционировала. Плавали лодочки отдыхающие, дети, взрослые купались. Здесь непосредственно находилась лодочная станция от поселка Солоча. Далее, там, Домодовская лодочная станция, берег, весь был свободно везде подойти, искупаться можно. Родники были даже с чистейшей водичкой. Это то, что осталось от лодочной станции. Когда-то здесь были катамараны, лодки. Рязанцы могли приехать и отдохнуть здесь. Весь берег реки представлял собой хороший пляж, на котором отдыхали люди. Теперь подходы к реке можно встретить редко. Они заполняются растениями. По берегам тонкими струйками текут родники. По этой причине почва рядом с рекой становится влажной, болотистой. Все это происходит на одной из главных рек – курортного поселка Солоча. Сейчас в основном все ездят уже в Ласково, на озера. Там хоть, слава богу, озер. Но это, конечно, несерьезно. Чтобы искупаться, приходится, так сказать, платить. Раньше я прошел пять минут, я в реке искупался. Также пять минут, я опять готов к трудовой обороне. А в данной, конечно, ситуации сейчас плачевно. Раньше при заходе в речку тут был песок. Теперь со дна можно поднять в основном только ил, всякие корни и ветки. Сами местные жители говорят, что купаясь в этой речке, они вылезают из нее в основном в тине и в рязке. Местные жители считают, что решить проблему заболачивания реки Солоча просто необходимо. Тогда люди, как и раньше, смогут проводить здесь время. Легко заходить в воду, купаться, ходить на рыбалку. Они считают, что с помощью современных технологий можно решить эту проблему. Вырвать растения, осушить берега. Пока сделать это еще не так трудно. Ведь возможно, что в скором времени река уже полностью превратится в сплошное болото. Если же проблема решится, тогда и часть отдыхающих на озерах Власково смогут переместиться сюда. Людям на пляжах будет свободнее и комфортнее отдыхать. Закрашивали, ломали и выкапывали столбы с дорожными знаками жителей поселка Карцево. Задержанные мужчины признались, что установленные знаки мешали их движению по стандартному маршруту. Поэтому приняли решение таким вандальным методом открыть себе дорогу. Поймать злоумышленников полицейским труда не составило. Как в лучших комедийных фильмах, молодых людей разоблачили понят мытой краски на руках. Такой же, как и на знаках. На самом же деле о правильности установки дорожных знаков, запрещающих въезд на дорогу, ведущую из Карцево в Новоселке, именно в этом месте можно поспорить. Местные жители обратились в редакцию нашего телеканала со своей проблемой. В начале прошлой недели на этом месте появились знаки, запрещающие передвижение автомобилей по этому участку. А уже 18 августа, после того, как знаки были снесены горожанами, тут появились физические препятствия. Ситуация продолжается до сих пор. Перекрыл ГИБДД, вроде сначала здесь повесили объявление, что выписали предписание администрации города, должны ремонтировать. То есть до, так сказать, до устранения недостатков эта дорога закрыта на данный момент. Ну, многие вот сейчас даже видели газовую службу подъехала, развернулась, поехали через город. Да, многие машины разворачиваются, другие объезжают эти барьерные ограждения по обочине. Третьим автомобилям просто необходимо попасть на стройку, которая как раз расположена посередине этой дороги, которая так полюбилась местным жителям. Напротив стройки и вовсе находятся артезианские скважины, которые помогают снабжать город питьевой водой. И тем, кто их обслуживает, также придется совершать крутые маневры. И если вокруг этого участка уже не первый день разгораются нешуточные страсти, значит, дорога рязанцам действительно нужна. Это самый близкий путь, чтобы попасть в Новоселки. В Новоселке, вот, здесь близкий самый путь, ну, 2 километра. Альтернативная дорога такая же, 6,5 километров через Вишневку. Можете посмотреть ее состояние, оно нисколько не лучше этого. Жители удивлены, если это все-таки ремонт, то почему закрыли именно эту дорогу? Ведь через Вишневку путь ощутимо выглядит хуже. Дорога в некоторых местах практически отсутствует. Автомобили подпрыгивают на кочках, на медленной скорости убивают свои подвески, едва не врезаясь друг к другу от нехватки места. Здесь же, на этом участке, ходит и общественный транспорт. По словам местных жителей, путь тернист. И если ехать по этой дороге на протяжении 6 километров, то приходится тратить на полчаса больше, чем по той, которая уже стала родной для местных жителей. Очевидно, что здесь покрытие дороги намного лучше. Сейчас, чтобы понять ситуацию до конца, по каким же причинам перегородили эту дорогу и запретили въезд на нее, мы ждем комментарий от правительства Рязанской области. В ближайшее время мы более развернуто обсудим эту тему. В Рязани участились случаи, когда безопасность пассажиров в общественном транспорте становится под угрозой. Региональная власть обратила внимание на городской транспорт, который находится в плачевном состоянии. Будет ли решаться вопрос об улучшении качества оказания этих услуг, а главное, как скоро власти предпримут необходимые меры, пока остается загадкой. Вчера состоялось очередное заседание регионального правительства, на котором Олег Ковалев поручил усилить контроль за выходящим в рейс маршрутным транспортом. На прошлой неделе в Рязани произошел инцидент, который и привлек внимание регионального руководства к этому вопросу. На остановке у Политаевского рынка дотла сгорела маршрутка. Провести тщательную проверку всех этих технического состояния, проверить, как владельцы обеспечивают транспортные средства средствами пожаротушения. Исправность аварийных выходов, проверить квалификацию водителей. В целом принять все меры для того, чтобы владельцы транспортных средств навели порядок там, где есть нарушения, устранили эти нарушения и выпускали в рейсы транспорт только в исправном состоянии. Само собой, говорить о необходимости тщательной проверки выходящего в рейс общественного транспорта говорить не стоит, это факт. Зато о проверке физического состояния самих водителей лишним напомнить не будет. Сегодня утром на улице Юбилейной в Рязани за рулем маршрутки умер водитель. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. В момент происшествия пассажиров в салоне не было. Ежедневно перед выездом состояние водителей проверяют медработники. При этом нередко сами перевозчики пренебрегают элементарными правилами безопасности и выезжают в рейс сразу из дома. Согласитесь, многие из вас видели припаркованные на ночь маршрутки возле многоэтажек. Логика простая. Выехал пораньше, попал в час пик, заработал побольше денег. Стоит ли оно того? Само собой, далеко не в каждом случае представляется возможным выявить серьезные проблемы со здоровьем, просто померяв температуру и давление. Но когда твоя профессия подразумевает ответственность за жизнь и здоровье людей, стоит прислушиваться к своему состоянию и относиться к здоровью. И профилактике более щепетильно. До 1 сентября осталась ровно неделя, и у многих родителей сейчас самая горячая пора – подготовка к учебному году. В эти оставшиеся дни лета молодые рязанцы начинают постепенно приезжать в город. Школьники готовятся к предстоящему учебному году. Родители заботятся о том, чтобы все принадлежности для обучения детей были куплены вовремя. А городские власти проводят подготовительные мероприятия в школах и учреждениях дополнительного образования. Школы Рязанской области готовы к новому учебному году. Об этом на брифинге в среду 24 августа сообщила министра образования региона Ольга Щетинкина. К приемке были предъявлены все образовательные учреждения. Приемка осуществляется комиссионно. В состав комиссии входят контрольно-надзорные органы. Это Роспотребнадзор, управление МЧС по Рязанской области, а также сотрудники образовательных организаций и общественности. В преддверии нового учебного года ремонтные работы, уточнил Ольга Щетинкина, проводились на 274 объектах, в том числе в 187 школах. Сейчас все работы на объектах завершены. Они готовы к приемке. Во всех учебных заведениях был проведен косметический ремонт, закуплено новое оборудование, а также учебники. Готовы к новому учебному году и школьные буфеты, и столовые Рязани. В этом году торги на организацию питания в рязанских школах выиграло муниципальное предприятие «Детское питание города Рязани». Цены на обеды и завтраки во втором полугодии 2016 года не изменятся и составят 71 рубль в день. Дети из малообеспеченных семей, опекаемые дети и дети-сироты по-прежнему будут питаться бесплатно. «Детское питание провело ремонт в кондитерских цехах, в цехах горячих, овощные цеха были отремонтированы все, было закуплено новое оборудование, это вытяжка над газовыми плитами в горячем цеху, новую поставили в этом году, мукопросеиватель с металлоулавливателем, чтобы исключить возможность попадания металлических предметов в тесто. Закуплено 80 тормозов новых для доставки горячего питания в школах города, которые буфетная продукция. Заключили договора на поставку сертифицированных продуктов питания. Конечно, акцент сделан был на рязанских производителей». 1 сентября школьные двери распахнутся перед более чем 11 тысячами первоклассников. Первый урок 1 сентября – урок знаний. В этом году посвятят будущей профессии. Всего в школах в этом году будет учиться более 102 тысяч человек. Подготовились к новому учебному году и сотрудники ГИБДД. В преддверии они проверили состояние уличной дорожной сети Рязани. Особое внимание было уделено пешеходным переходам, по которым в День знаний пойдут в школы несовершеннолетние пешеходы. «Основные недостатки боевые – это нарушение асфальтно-дорожного покрытия, выбраны на проезжей части, отсутствие пешеходных переходов, отсутствие знаков, предупреждающих и указывающих на переход проезжей части детей в данных местах, либо ограниченная их видимость. И, соответственно, отсутствие специальных пешеходных ограждений там, где они предусмотрены в законодательстве. На сегодняшний день нами выдано 29 предписаний работников Дорожных институционных служб. В настоящее время они в шаговом, периодичном порядке устраняются. Все выявленные недостатки в фоне комиссионной проверки. Наказаны уже 11 должностных лиц». В общем, не за горами, а на сенние цветы, линейки, первые уроки, а для кого-то и совсем новая жизнь. И, конечно, тот факт, что наш город уже готов к новому учебному году, не может не радовать. Не так давно наша программа осветила проблему подъезда к деревне Шевердиновка, которая находится в Рязанском районе. Местные жители обеспокоены состоянием автодороги, особенно в период дождей. Они переживают, что к их домам не могут проехать экстренные службы. В некоторые дни люди и сами не могут выбраться из деревни в город. Эта история получила свое продолжение, не совсем приятное для жителей деревни. Неделю назад мы показывали сюжет про деревню Шевердиновку. Местные жители обратились в нашу телекомпанию со своей проблемой. Они находятся в безвыходном положении, в прямом смысле этого слова. Эта дорога, если ее можно так назвать, является единственной возможностью добраться до населенного пункта. И если раньше грунтовый проезд восстанавливали своими силами, заделывая строительным мусором ямы и лужи, то сегодня, после ее полного разрушения, сделать это уже не представляется возможным. Неизвестный фермер просто распахал и уничтожил существующую дорогу. И теперь сюда проехать сможет лишь он на своем тракторе. Проезда в деревню никогда не было. Было как-то проедешь там, сейчас чуть дождик, все уже по передней прибыли на Калини я не могу проехать. Дорог нет у нас, ни туда, ни сюда, никуда. Ни на чем не проехать и не пройти даже. На электричку идешь прям. Сейчас вот опахали. Тут травка была у нас, не пахали ее. Ходили по травке. Дождь прошел, хуже ползком ползи. Мы здесь намерены жить постоянно. Мы построили здесь дом, у нас здесь есть земля. Мы можем даже здесь открыть малое предпринимательство. То есть деревня развивается. Мы и наши дети намерены здесь жить. А это отношение показывает, как будто нас здесь нет. И действительно, эта девушка права. На запрос по поводу строительства автомобильной дороги Министерство транспорта ответило отрицательно. В этой деревне официально зарегистрировано 5 человек. А значит, строить сюда дорогу нет смысла. На самом деле, местные жители будут рады и своей родной грунтовой дороге. Выровненной и расширенной. Не более того. Тем не менее, глава района Наталья Жунева на отправленный ей запрос давать комментарий отказалась. Отношения местной власти налицо. Жители собрали подписи и подготовили запрос в прокуратуру и другие вышестоящие инстанции. По поводу того, что их проблему местная власть даже не рассматривает. Мы, в свою очередь, продолжим наблюдать за ситуацией, которая складывается по дороге в эту деревню. Тем более, что уже в ближайшие дни пойдут дожди. И люди вновь окажутся заложниками безответственного поступка фермера и равнодушного отношения власти. Последний раз в этом сезоне высаживали цветы на клумбы на Первомайском проспекте. В цветниках появится 6 видов сортов лиловых, пурпурных и синих цветов различных оттенков. Всего запланировано высадить более 20 тысяч единиц цветочной рассады, выращенной в собственном питомнике Дирекции благоустройства города. Может быть, лето и подходит к своему завершению, но красоты в городе от этого не становится меньше. Помимо того, что в течение года в Рязани многократно высаживались цветы, они появляются на клумбах города и сегодня. За два дня в Рязани было высажено около 20 тысяч цветов. Несмотря на пасмурную погоду, Рязань расцветает. Эти цветы называются колеус и фестука. Они должны оставаться еще такими же яркими, красочными на протяжении нескольких месяцев. Рассада была выращена в питомнике Дирекции благоустройства города. Цветы будут радовать граждан до самых заморозков. В основном работы были произведены именно в центральной части города. Делаем мы это в связи с тем, что у нас как-то на этой стороне Первомайского проспекта отцвела бархотка, стала не совсем приглядной. И мы решили заменить ее на те цветы, на те растения, которые еще всю осень будут радовать глаза рязанцам. И хорошее настроение при этом у нас будет создаваться. Подобного рода растения уже не первый год высаживаются в Рязани. Цветы хорошо приживаются. Несмотря на то, что многие из них выглядят очень нежными и хрупкими. Достаточно прихотлива, но она не первый год мы ее высаживаем в городе. Сейчас мы можем калеусы увидеть около драматического театра. Там змейка вдоль улицы Циолковской посажена. Она хорошо ведет, она красивая очень. Поэтому я думаю, что никаких проблем с этой рассадой не будет. Если сравнивать нынешние времена с тем, какая Рязань была раньше, можно отметить, что, к примеру, в 50-е, 60-е годы деревьев и цветов все же было больше. Например, сейчас нельзя увидеть деревья в таком количестве, как раньше, на площади Победы. На улице Дзержинского. Однако многие места как будто бы остались без изменений. И даже если еще несколько лет назад цветов и зелени в какой-то степени было меньше в Рязани, то сейчас ситуация выходит на прежний уровень, а может быть, становится даже и лучше. Ведь куда приятнее горожанам в эти дни, особенно накануне нового учебного года, для многих являющимся праздничным событием, видеть город в таком цветущем, красивом формате. С трудами парикмахера, медицинского работника, фотографа, журналиста, спасателя, ветеринара, эколога и следователя познакомились дети, отдыхающие в лагере актива «Пламенные». На базе санатория стартовал молодежный конкурс «Профессия мечты». На разных площадках лагеря развернулись настоящие курсы, позволяющие овладеть некоторыми из навыков профессий. Например, перед ребятами выступили одни из лучших поваров в Рязани. Цель какая? Несколько рассказать, как готовить блюдо, а сколько показать, насколько одно и то же блюдо, которое они видят и знают и любят каждый день, может преображаться в зависимости от того, какая фантазия у повара. Детям показали, что тот же привычный для всех борщ можно приготовить и подать в нескольких вариантах с блинчиками, розовой сметаной, подкрашенной свекольным соком, с добавлением зелени. Научили детей готовить домашний паштет. На другой площадке развернулся мастер-класс врачебной практике. Доктора выяснили, знают ли дети, что нужно делать в экстренной ситуации. Все делали так, как надо. Потом мы одели на детей халаты. У нас был доктор, у нас была медсестра. Тут уже оказывалась профессиональная помощь. Подкладывалась шина, ее фиксировали, переносили в скорую помощь. Ну и все, показывали. На всех мастер-классах дети задавали вопросы, включались в интерактивную игру. Своими руками прикоснулись к оборудованию, привезенному профессионалами. От презентации следователей-криминалистов ребята и вовсе не могли оторваться. Мне очень интересна работа следователя. Всегда было интересно. Криминалистов особенно. И вообще, я рассматривал такую возможность в будущем идти, ну, не совсем на криминалистов, но на судмедэксперта, то есть расследовать преступления. Понравилось мне сегодня все здесь. А почему решила пойти? Потому что, ну, мне нравится смотреть всякие фильмы криминалистические, вот, и всякие преступления интересные. Ребята поняли, что с такими профессионалами, как сейчас, преступнику почти невозможно уйти от наказания. Раскрываемость преступлений при современных технологиях достигает практически 100%. Конечно же, такие мастер-классы интересны как детям, которые могут себя попробовать в какой-то профессии, определиться, возможно, с выбором будущей профессии. Так они полезны и интересны для нас. Потому что, конечно же, общение с детьми – это всегда интересно, приятно, познавательно и необходимо. И, кроме того, мы здесь себе подыскиваем будущую смену. Еще на одной площадке перед детьми разыгралось настоящее представление с эмоциями, яркостью, реквизитой и настоящей актерской игрой. Здравствуйте! Здравствуйте! Свою профессию продемонстрировали работники Рязанского театра «Кукол». В неумелых руках она будет статичной. А если актер возьмет ее в руки, это будет прекрасное, замечательное зрелище. Она очень красочная, красивая кукла. Вот видите, и она вас благодарит за внимание. Помимо прочего, в лагере прошли и другие мастер-классы. Презентовали свою профессию и сотрудники МЧС. Дети сами могли выбирать, какой мастер-класс посетить. Ведь для многих, особенно более взрослых, это мероприятие может стать толчком к их будущей профессии. В эту субботу произойдет романтическая встреча Юпитера и Венеры. Так называемый космический поцелуй. Земляне смогут увидеть редчайшее астрономическое явление. Сблизятся и почти сольются в ночном небе планеты Венера и Юпитер. Самые первые, самые яркие звезды небосклона. Следующее свидание планеты увидят уже дети или внуки нынешнего поколения землян. Они встретятся в ночном небосклоне только через 50 лет. Как говорят сами астрономы, поцелуем планеты это назвать сложно. В кругу профессионалов, занимающихся изучением космических явлений, такие ситуации называются не иначе, как встречи планет. И, конечно, в реальности два космических тела не соприкасаются друг с другом. Зато с Земли это выглядит именно так. Венера и Юпитер выстраиваются на одной линии относительно нашей планеты и превращаются будто в одну большую звезду. К сожалению, для Рязани не очень удачное время этого соединения. Самая основная такая фаза этого максимального соединения будет после того, как и Венера и Юпитер уже уйдут под горизонт. Единственное, что мы можем увидеть, это сразу после захода солнца, при условии, конечно, что будет ясная погода безоблачная, низко-низко над горизонтом, точно на западе, будут две яркие точки, очень тесно расположены. В бинокль или в подзорную трубу, в принципе, можно будет их хорошо найти, рассмотреть. Если кто-то найдет эти две точки на небе, знайте, это были Венера и Юпитер. Увидеть их можно будет 27 августа, в субботу, примерно полдевятого вечером, прямо над горизонтом. Эти планеты и без того являются самыми яркими на небе, а их дуэт удвоит эту яркость. Такие соединения встречаются не столь редко, но уникальность нынешней встречи планет в том, что это самая тесная их встреча за последнее время. Среди прочего, с наступлением осени сокращение светового дня удобнее будет наблюдать и другие явления. Например, сейчас продолжается вечерняя видимость Сатурна. Любой человек может хорошо рассмотреть кольца планеты, если отправиться от городского освещения подальше, за город в южном направлении. Лучше это наблюдение производить с помощью телескопа, в крайнем случае при помощи 20-кратной подзорной трубы. В Рязани прошла необычная спасательная операция. Неравнодушные люди снимали с дерева кота. По словам местных жителей, кот забрался на дерево 4 дня назад. Они вызывали альпинистов, подъемный кран и всячески пытались помочь животному. Дело сдвинулось, когда на место выехала Оксана Тебенихина в сопровождении спасателей. Бедный барсик пропал еще в воскресенье. Хозяева долго искали своего кота и никак не могли поверить в то, что их домосед мог уйти так далеко от подъезда. Но через пару дней барсик подал голос с самой макушки высоченной ели, растущей под окном. До нас дозвонились соседи хозяев барсика и очень попросили о помощи. Животинка трое суток боролась за свою жизнь, невзирая на дождь и зной, крепко вцепившись в спасительный колючий ствол и истошно вопя. Два дня назад я пришла с работы вечером и слышала, как мяукает кот. Но я в окно посмотрела, было уже темно, его не видно было. А на следующий день позвонила соседка с пятого этажа, ей лучше там видно. Она сказала, что на елке на нашей сидит кот. И вот он сидит там уже третий сутки и снять его никто не может. На выручку несчастного барсика пришли рязанские спасатели. Прибыв на место события на спецавтомобиле с подъемником, они оценили ситуацию и поняли, что высоты не хватает. Пришлось гнать пожарную автолестницу. Огромная конструкция барсика, конечно, напугала. Но спускаться вниз самостоятельно животное не собиралось, упорно прячась в кроне ели. В конце концов, спасателям пришлось обмундироваться по полной программе. Страховка в помощь. И вот обессиленный барсик уже в сильных руках своего спасителя. Наконец-то долгожданное объятие хозяйки. Огромное вам спасибо. Спасибо вам большое. Он орал, он ночами орал. Это вообще, у меня прям, я на душе прям мучилась невозможно так. Спасательная операция длилась около двух часов. К счастью, за это время ни одного вызова на пульт дежурного МЧС не поступило. Теперь барсика ждет короткая рыбно-молочная реабилитация, прописанная любящими хозяевами. Слова благодарности спасателям лились со всех сторон. И пусть сегодня не человеческая, но спасенная жизнь. Оно того стоило. Такой была эта неделя. Я напоминаю, что все новости вы можете увидеть на нашем сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok